Поскольку вот предыдущий автор, он распился в несчастье. Я хочу представить вам потрясающий совершенно труд. Живая история афганской войны. В записях песен Виктора Верстакова, Валерия Южного, Валерия Петряева, Юрия Кирсанова. То есть такие имена, которым нужно аплодировать сразу, по-моему. Сергей Демешов, Игорь Морозов, Юрий Слатов, Виктор Куценко, Дулепов, Вадим, Александр Минаев, Михаил Михайлов, Андрей Кремнюк. Вот я говорю свое мнение. Лучшее, что было написано про афган, находится в этом потрясающем сборнике. Юра, у вас он, да, находится, я так понимаю? Вот наш замечательный Юрий, у него ограниченное количество этих сборников имеется в наличии. Да, только ему можно обращаться. Ну а сейчас, основная часть нашего праздника, ой, Виктор Верстаков. Так, ну все, наверное, поняли, да, что вот этот, здесь 10 дисков, и у Юрия Алексеевич они, в общем-то, есть. Так что кто хочет их приобрести. Что там интересное? Там есть замечательные, чистые записи Юрия Керсанова. Один из таких первых и лучших, который передал дух афганской войны. Это самые чистые записи, которые я слышал. Вот, там есть кое-что плохое. Там плохо записали Куценко, неплохо записали Морозова. Очень странные песни мои, которые я вообще не знаю, откуда взяли, потому что пою блатным голосом, да, гимн, да, со мной. Ну тоже это интересно послушать. Так что я вам советую вот эту штуку, если у Юрия Алексеевича есть, он говорит, что он может быть где-то там официальный дистрибьютор. Это все вышло в городе Чита, по-моему, тиражом тысяча всего-то, так что мало всего. Что я сегодня хочу сделать? Юрий Алексеевич, который нас снимает, кстати, к нему тоже обратитесь, если кому-то захочется посмотреть, что это было вообще, да, вот он это снимает. Он где-то выкладывает это, адрес я точно не знаю, ты скажешь кому-то, да. У меня мой сайт есть такой, просто набрать Виктор Верстаков, и там идут какие-то песни, идут стихи, но я сегодня буду петь песни, которые не входят в этот сайт, которые я очень редко пою или вообще никогда не пою. Вот, но начну с одной известной, только я вам хочу рассказать еще. Здесь случайных людей нет, конечно, да. И мы даже все все-таки друг друга не знаем. И если вот сейчас пытаться представлять всех, это будет бессмысленно и глупо, да. А попытаться представлять кого-то отдельно, как будто выделяешь там, а чего выделять-то. Но все-таки мне хочется о трех человек немного сказать. Мой старый друг Николай Федорович Иванов, он сопредседатель Союза писателей России. Этот человек, хотя и военный журналист, а я журналистов очень люблю, но он реальный десантный военный журналист, и воевал в Афганистане, и реально воевал в Чечне, и даже реально там полгода, по-моему, просидел у них в плену. Ну, слава Богу, на него это не повлияло. Он хорошо выглядит. Вот. То есть он руководитель нашего Союза писателей России. Вячеслав Николаевич Тетекин, который, надеюсь, несколько слов сейчас скажет. Всю жизнь твою не буду рассказывать, но сейчас он депутат Государственной Думы. Слава Богу, коммунист, а не демократ. Ну, я надеюсь, я сегодня еще несколько слов скажу. И Юрий Алексеевич, который нас снимает, чтобы не думать, что если человек сидит за камерой или с гитарой, то это совсем дурак. Это боевой офицер краснозаменного Северного флота. Не политработник. А командир, там, БЧ какая у тебя была, ну, я помню, что артиллерия и ракетная. Вот. Ну и все. А так как я хотел только спеть неизвестным, да, сейчас засекаем время, я уложусь за 45 минут. Не надо пропить. Ну, мы потом, чтобы еще успели посидеть и выпить, да. Сейчас, по-моему, ровно 9, да? Да. Правильно, да. В 9.45 я закончил. Николай Федорович Ванов попросил, чтобы все-таки начал с известной песни, которую он хотел, как и было. Девятая рота. Еще на границе, как и же границ, настоят в ожидании наши полки. А там на подходе к авгастской столице девятая рота примкнула штыки. Девятая рота. Девятая рота. И нет никого у нее за спиной. Пускай коротка, но бронеколонна, последний ходившая в мирном строю. Девятая рота. Девятая рота. Идет поразина. Идет поразина. Девятая рота. И нет никого у нее за спиной. Идет поразина. Идет поразина. Девятая рота. Сczep. Идет поразина. Идет поразина. Вы захотите какую-то песню слушать, не говорите, я ее спою. Песня называется «Братья по войне». Над бессонною кроватью Желтый снимок на стене. Где вы, братья? Где вы, братья? Мои, братья, по войне. Закрученные объятия Предававшими в огне. С кем вы, братья? С кем вы, братья? Мои, братья, по войне. Не на вас лежит проклятие За безумие в стране. Вы куда идете, братья? Мои, братья, по войне. Вас не вправе осуждать я Но все чаще снялся мне Не вернувшиеся братья Наши братья по войне. Да одеждою и статью Мы такие же вполне. Отчего ж так стыдно Братья Переснимком на стене. Мои, братья, по войне. Я пою свои песни. Хорошо, что Михаил спел несколько таких общих. Можешь попросить. Спроси, как ты? Эээ, нет. Это написал хорошую музыку Миша Муромов. Свою? Нет. А своя у меня плохая. Когда лучше меня напишут, я не пою. Извиня. Называется песня «Мы вернемся». Да, но здесь Великой Отечеи не будет, Афганистан и Чечня. Мы смерти тоже не боялись, Но как не выполнить приказ. И мы ушли, а вы остались, Остались умирать за нас. Просить прощения не вправе, Мы видим в яме его смерть. Как мы уходим, вас оставив На поругание в Чечне. Просения нет, но мы клянемся, Когда обломнятся верхи. Мы к вам вернемся, мы вернемся, Чтоб нашей кровью смыть грехи. И в грозный день последней битвы Мы с вами встанете в строю, Своим явлением и молитвой Прощая Родину свою. АПЛОДИСМЕНТЫ Песня называется «Война и любовь». У меня так одна книжка называлась. Война и любовь не бывают случайны, А все остальное случайно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я видел во снах – Нет подобных на свете. Останься со мной, посмотри на меня, Останься со мной, посмотри на меня. Я слов не прошу, я уже понимаю Меня не спасут никакие слова Судьбу не случайную я принимаю Ты любишь другого, ты тоже права Не встретимся раньше, не встретимся позже Как взгляды чужие, хоть и них не лови Две наших любви друг на друга похожи Случайно похожи две разных любви Случайно похожи две разных любви Война и любовь не бывают случайны А все остальное случайно у ворот Я человек везучий, но покидая дом Беру на всякий случай нож и пистолет и лом И в барах лишь ко мэдим в неласковый момент Я прибыл на рассвете в штабу круга в Ташкент Сказали, коль везучий марш на аэродром Беру на всякий случай нож и пистолет и лом Но не дарит талону без взятки в рапора Пришлось лишить солому, зато взлетел с утра Летели до Тармеза, там звери-погранцы Нельзя везти железо, так это ж нож от сын Но выпрузили сразу и заперли в барак А вот там нож, заразок, взлетели только так В Кабуле чин-почино, я с борта на земскок Как вдруг три дурачина, стволами тычут бог А ну-ка сдай оружие, фасонить будешь тут Тебе оно не нужно, тебя и так убьют Я понял, что слубянки я отдал им БМ Юхвани и юхванки, за мир, франшафт, за лэм Ну я еще раз напоминаю, что эти песни такие, может быть, они и не отработаны Но я хочу, чтобы вы послушали то, что вы в другом месте не услышали Называется «Война не понимает нас» Вечерний свет в горах погас Пусть челесы раи темно Вода во фляхах, как вино Война не понимает нас Пусть оставались мы не раз Тучи лесней на емдине Но ни на склонах, ни на дне Война не понимала нас На гребни вызваны посты Их поменяют через час Война глядит из темноты Она не понимает нас Она опять не сжжет костры А мы уже не тушим глаз Война не понимает нас Война не понимает нас Иначе вышла из игры Вечерний свет в горах погас Вечерний свет в горах глядит из темно Вода во фляхах, как вино Война не понимает нас А может мне тогда и не снимать очки Быстрее будет А, мы сейчас сидим в Замоскворечье Вот как ни странно У меня здесь прошла моя военная юность Я был курсантом Военной академии Дзержинского Это ракетные войска И мы здесь жили На Софийской набережи У нас была казарма Бывшая коколевская подворья А зарядку мы делали Вот где сейчас болотная площадь Раньше назывался парк Репина Представляете, там выбегает 200 парней Форма номер 2 С голым торсом А тогда еще было там Английское посольство Вот такая песня Ну и там же мы свидание с девушкой Вот песня называется Замоскворечье В тылу посольства Великобритании Где длинный скверт скамейки и фонтан На первые курсантские свидания Я приходил прекрасно юный пьян Близ памятника живописцу Репину Скамеечка стояла в темноте Волнительней, не помню и нелепее Свиданий в жизни, чем свидания те Московская холодная Девчонка издевалась Чтоб через час прикинуться влюбленную Перед казарменной проходной Ей нравилось, наверное, многолюдие Хмельные голоса со всех сторон Эй, девочка, с какой-то киностудии Братан, отдай ее в наш батальон Не знаю я, с какой-то киностудии Отдам тебя в соседний батальон Когда со страстью, будто в самом деле Жене, она приподнималась на носки Закидывая на мою шинелишку Две белых гарно-стаевых руки И прижималась бедрами упругими И целовала в губы, не стыдясь Чтобы юнцы, военные с подругами Завидовали, видя нашу связь Я иногда хожу за Москворечием Сажусь на ту скамью, когда пуста Песня о друге Завалы, засловные засады Барханы, сугробы, ветра Наверное, забыть это надо Не помнится, словно вчера Страна, что за речкой на юге Как мы ее звали подчас Останется песня о друге На вечном ушедшем от нас В той песне и боли просторы Тревожных авгальских дорог И гордость, и горе, и горы Где друг отозваться не смог А мы вот пришли из-за речки Мы обняли жен и детей И песню поем на крылечке Среди невоенных гостей Ни взглядом, ни словом, ни нотой Ничего не смутил бытием Война была нашей работой И мы выполняли ее Но если концовку припева Подтянет невидимый друг Мы граним ни вправо, ни влево А в сторону речки на юге Страна, что за речкой на юге Как мы ее звали подчас Останется песня о друге На вечном ушедшем от нас Песня называется «Новогодняя ночь» На всей ледухе с трех сторон С четвертой пропасть преисподнею Мотострелковый батальон Встречает ночку новогоднюю Я подарю тебе рожок Ты подари мне обещание Последней пулей у дружок Меня даришь на прощание Лежу смотрю на облака С веленутыми бинтами жаркими Ребята нашего полка Сочнутся с духами подарками Я не боюсь, что кровь течет Боюсь, что внучку новогоднюю Вдруг потеряет пулем счет Не доползти мне в преисподнюю А он такой, он увлечен Стирает пот с физиономией Ему как будто нипочем Советский принцип экономии Я тянусь к нему, тянусь Как из пеленок в детстве к матери На пулю встречное молюсь Свою бы даром не потратили Насели духи с трех сторон С четвертой пропасть преисподнею Мотострелковый батальон Встречает ночку новогоднюю Нас опять предадут И подставят под русские пули Вас опять предадут И заставят стрелять по своим Мы встречались, как братья В Гавайи, в Ханои, в Кабуле А недавно в Москве Расстреляли друг друга сквозь дым Виноваты ли мы, виноваты ли мы, я не знаю Выполняли приказы Себя не жалели в бою Мы по жизни идем Как идут по переднему краю Мы стоим за Россией И значит стоим на краю Рвем огонь из плеча Поднимаем к виску пистолеты Но куда нам уйти? От армейской несчастной судьбы Остаемся в строю Чтобы Русь отыскала ответы Примеряя на знамена На ваши и наши гробы Нас опять придадут И подставят под русские пули Вас опять придадут И заставят стрелять по своим Мы встречались, как братья В Гаване, в Ханои, в Кабуле А недавно в Москве Расстреляли друг друга сквозь дым Любимая песня, кстати, Игоря Мороза Которого здесь нету Но мысленно он с нами Потому что даже вечер, по-моему, называется Батальонная разведка Но я, по-моему, только ему и пел Нигде я даже не записывал На войне засыпал, как рубитый Правда, мало я спал на войне Почему-то глаза не закрыты До утра без войны в тишине Нет, тяжелые сны мне не снятся Как им снится, когда я не сплю Да и мысли привык не бояться Я их знаю и перетерплю Ни политик я и ни философ Ни посильных не ставлю задач На десятки проклятых вопросов Все равно не отвечу, хоть плачу Почему же не сплю и маячу У раскрытого Настя ж окна Почему же я все-таки плачу Без причины, без мысли, без сна Потому ли, что жив Потому ли, что на самом закате войны Я на аэродроме в Кабуле Видел в модуле мирные сны На войне засыпал, как убитый Правда, мало я спал на войне Почему же глаза не закрыты До утра без войны в тишине Что-то у меня все... Грустная песня, ну ладно У нас все время есть, там дальше будет повеселее Называется «Ну что ж, пора, товарищ капитан» Ну что ж, пора Товарищ капитан Мы родину и смерть не выбираем Мы под звездой прошли Афганистан Мы на крестах России умираем Ну что ж, пора Товарищ капитан Мы сыновья загадочной страны Мы как чужие В собственной отчизне И пусть мы ей Сегодня не нужны Но без нее Он будет в мире воскрешен Хотя пока мы гибнем Нет за это Нет красных звезд На полосах знамен Ну что ж, товарищ капитан Ну что ж, товарищ капитан Пора Ведь мы ни жизнь, ни смерть не выбираем Мы за державу Мы за державу Мы за державу Гибнем Страшно тяжелая песня Но я обещал Юрию Алексеевичу Что я спою про флот У меня много песен про флот Но вот эта моя самая любимая Но она практически не поется Но раз обещал То она попыталась Песня о флоте А что такое флот Воспоминание бедства Когда с подругой вы На лодке в первый раз Воды, небес и глаз Опасное соседство Ведь что такое флот Когда не любят нас А что такое флот Бессонная работа Арктические льды И черноморский зной Соленая вода Сон молодого пота Ведь что такое флот Когда он не родной А что такое флот Однажды у причала Увели как во сне Знакомые борта И служба, и любовь И жизнь начать сначала Ведь что такое флот Ведь что такое флот Когда он не мечтал А что такое флот Бессмертие и слава Славянские ладьи И наши крейсера Ведь что такое флот Последний щит державы Последняя любовь Прощальное ура Ведь что такое флот Последний щит державы Последняя любовь Прощальное ура Прощальное ура Что у нас по времени Работаем еще Ну здесь я думал почему-то Что соберется у нас больше ветеранов А тут и молодежь для нас молодые Такая ветеранская песня Называется «Перед закатом души крылаты» Про женщины Перед закатом души крылаты Смотрят на юную жизнь свысока Пусть наша молодость далековата Самые лучшие там облака Вы бы отдали за эти дали Все, что имели Если б хоть раз Наших подружек Друг увидали Тех, кто любили в юности нас Наших подружек Как бы вдруг увидали Тех, кто любили в юности нас И как розы, глазки как грозы Голос как ветер там за рекой Все остальное может быть проза Только уж нынче не пишут такой Вы бы забыли сказки и были Вы бы оторвали взгляд от зари Вы бы сегодняшний всех разлюбили И послезавтра Пусть наша молодость далековато Самые лучшие там облака Пусть наша молодость далековато Самые лучшие там облака Тяжелая песня, но одна из моих любимых Попробую сейчас Называется «Последний батальон» Последний батальон Уходит из Кабула На взлетной полосе Дымит посреди Дымами и зелень Дорогу затянуло Прощай, Афганистан Который я влюбил Война была войной Не лучше и не хуже Чем тысяча других В иные времена В пустынях жгла жарой В горах губила стужей И те с лишним лет Стреляла в нас за нам Слегкой оплачен долг Интернациональный Не посранили мы Советскую страну И все же иногда Поглянемся печально Наброшенный Кабула Причувствуя вину Оставили друзей Наедине с врагами Оставили врагов Судьбой наедине Одни убьют других Потом погибнут сами На недобитой нами Горесной войне По стрелям колоннам От аэродрома Идем на Черекар И дальше над Жабал Перемахнем Саланк И завтра будем дома Прощай, Афганистан Которого мне жаль Перемахнем Саланк И завтра будем дома Прощай, Афганистан Которого мне жаль Ну вот, это Калинкин спел длинную песню, и я спою длинную песню. Так он серьезный, а я шуточный. Она называется «Краткий курс новейшей истории Афганистана». Она была написана в два приема. Первый прием при жизни Леонида Ильича Брежнева, который в этой песне упоминается. А второй я уже дописал после смерти дорогого Леонида Ильича. Безусловно, дали маху мы десяток лет назад, Называя Захершаха и высочество, и брат. Мы ему завод плотину, мы даем ему угля. Да, любили мы скотину Захершаха короля. Да зубов вооружили, утопи его хором. А вообще неплохо жили с этим самым Захером. И целуясь, господа, не тот, кто нынче выше всех, Заложил кирпич-фундамент под капульский политех. Но история, как средство, по весоме кирпича. Где Захир, где королевство, только камень Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Даут. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом. Как с товарищем зажили с этим самым довдом. Только снова дали маху сей революционер. Оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же, как на грех, Целовал у драба лично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде, там, конечно, они здесь. Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть. И хотя мы рановато взяли принца на штыки, Но целуем, словно брата Нура-мура дороги. Правда, дружит с Пакистаном, книги пишет, Громотей, из казны, как из кармана, Много хапнул на детей. Непартийные разлады, непутево примерял, Расстрелял кого не надо, кого надо не стрелял. Мы идейно с ним дружили, но готовили полки, А вообще неплохо жили с Нуром-муром дороги. Дали орден, дали займы, и командовал сквозь смех Вера Нурмал или Майна тот, кто нынче выше всех. Но кроме СССРа был у Нура друг один. Мы приветствуем премьера по фамилии Амин. Задушил подлец подушкой слово лучшего дружка И зарыл дарачью тушку средь афганского песка. Мы, конечно, телеграмм, мол, Амин Хафизула, Мы не знаем вашей драмы и у вас свои дела, Но согласно узам дружбы можем денег предложить И военного оружия, чтоб тебе спокойней жить. В общем, жили мы неплохо и с Амином до конца, Расстреляв его со вздохом посереть его дворца, Сразу радио врубили, мол, афганская земля, Про тебя мы не забыли на бобраках арбалях. Правда, он буржуй прожженный, подчинист и пустобрех, Но ведь рукоположенный тем, кто нынче выше всех, Под надежной охраной посадили во дворце, Где сидел он вечно пьяный с цеварной думой на лице. Окрестили его Колей по фамилии Бобров, Войск прислали, чтобы в волю наломал в Афгане дров, Но другой, кто был всех выше в нашей собственной стране, Весь, как говорится, вышел и в Кремлевской лег к стене. Мы порадовались с виду, но задумались слегка, Может быть, без Леонида здесь не нужно бобрака, Долго думали однако во все стороны поля, За Боброва, за Бобрака, за Калюху Кармаля. Да к тому же пересменка началась в родной земле, То Андропов, то Черненко, то Пятно сидит в Кремле. Мы для каждой той заразы здесь сломали кучи дров, Дожидаясь и приказа, он пришел, прощай, Бобров, Без подушки и без пули, тихо сделали дела, Глядь, уже сидит в Кабуле особисто джебула. Правда, в университете он учился на врача, И людей на белом свете часто резал в горяча, Восглавляя орган хата, это их не комитет, Кого надо и не надо, всех отправил на тот свет. В остальном нормальной малой мы с ним многое смогли бы, Да в Кремле пятно восстало, до свидания на джипе. А товарили чекушки и афгашки кто имел, В Харатоне или в Кушке, оказавшись не у дел. В общем, вышли из Афгана, коль приказ дурацкий дан, Мол, зачем другие страны, дома будет вам Афгана. И живем отлично, что ты, мы опять в родной стране, И строчим из пулеметов на гражданской, на войне, Веселятся демократы, президент кричит «Ура!», А по-моему, ребята, шахануть их всех пора. Песня называется «Советник». Он сядет на поезд хороший, уедет служить в Ленинград, Он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад. Не спит от колесного стука, хоть и на ночь попил не чайку, В окошко уставился Жуков, советник в афганском полку. Он помнит, он помнит ту дату, Когда в роковом декабре В полку сбунтовались солдаты И ждали его на дворе. И вышел военный советник, Небрежно ремень и ребят, А там под ремнем пистолетик, Девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы И пятились по одному, Советник страшнее приказа, Они подчинились ему Своим пистолетикам малым. Сарбазов погнал он вперед, Туда, где за каждым дувалом Мятежный строчил пульмёк. И шли, пригибаясь от страха, Судьбу проклинали, но шли. Советник страшнее Аллаха, Когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, не весел, В экспрессе Москва-Ленинград, Мир тот же и с кровью и песен, Как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, А мы с тобой разлучены, Спи, Виктор Дмитриевич Жуков, Советник советской страны. Все, осталось две песни, Потом немножко Слава скажет. Нет, ребята, да. Песня с интересным названием. Называется так. К сожалению, это не песня. Полыхал БТР за спиной, И бензин разливался вокруг, И наверняка прощался со мною Настоящий небесенный труд. Настоящий, живой, опаленный, Непридуманным жарким огнем. Рядовые без лычек погоны, Покоробившись, клетли на нем. О подробности вам не расскажу, Ни комдив, ни ночевый, ни навпад. Только место на карте укажу, Где отмучился этот солдат. Да и мы с ним простились лишь взгляду, Когда полз я к живому огню. Если вы с нами не были рядом, Как же это я вам объясню? К сожалению, это не песня. Это вы, это вы, это вы. Вот мы не рада, но мы рухнули вместе В придорожную шаргу. Ну и все. Последняя песня, она действительно... Уж точно ее нигде не пел, Кроме как у себя дома, когда ее написал. Вновь над Кабулом восходит звезда, Хлопает в модуле дверца. Как я могу не вернуться туда, Где похоронено сердце? Крик мультинов и мат часовых Четко стучат, словно пули. И я на Руси еще числюсь в живых. Сердце осталось в Кабулу. Бур-бур-хат, шурави и жала, Девушка мне говорила, Два наших сердца наверх приняла, В дару лямами могила. Пусть над Кабулом в горы освоили В небо полят иноверцы. Вы побегили, родные мои, Я схоронил свое сердце, Вновь над Кабулом восходит звезда. Хлопает в модуле дверца. Как я могу не вернуться туда, Где похоронено сердце? Разве я мог не вернуться туда, Где похоронено сердце? И кровь уже не горяча, И дух уже не молот, И вдруг платформа и леча. Платформа нет? Давай сначала. И кровь уже не горяча, И дух уже не молот, И вдруг заставы леча, Платформа серб и молот, Случайным ветром занесло Служебная забота. А может, времени крыло Устало от полета. Стучу ладонью от кулак Внизе с ним омража, Куда лечу, не знамо как, Не оглянувшись даже, В дощатый низкий павильон С обитой жестью печкой. Пускай не сохранился он, Я укажу местечком. А как слинили провода Над павильоном этим, Как мы гадали в те годы, Кого на даче встретим. Вручай застал и леча В последней электричке, Плечом касаемся плеча, Краснее с непривычки. В ту зиму лютую Никто не наезжал на дачу, Моя Шинель, Твое пальто, Простыночки в придачу, Не зацепать ни на час, Еще не веря вроде, Что впереди весна у нас, Что лето на подходе. А если это было так, Однак оно и было, Зачем ладонью о кулак Стучу, что станет силами? И кровь уже не горяча, И дух уже не молот, И все же застал и леча, Платформа серп и молот, Случайным ветром Занесла служебная забота, А может, времени крыло Устало от полета.